Кто ты? Мужской парикмахер или барбер? Коллеги, друзья, всем привет! С вами, как всегда, Дмитрий Каждан. Вчера приезжал коллега, забирал свои ножницы, и мы тут, собственно, с ним разговорились на тему, что вот, дескать, мужские мастера это одно, барберы это другое, ну а в конце концов, где же, собственно, тут разница и в чем разница? Я, например, исходя из своих, опять же, сугубо своего оценочного мнения, исходя из него, из своего опыта, могу сказать, что мужской парикмахер и барбер, по сути, это одно и то же. Только барбер это все-таки западная история, мужской парикмахер это все-таки наше советское прошлое, потому что раньше салоны красоты действительно делились на мужских мастеров и женских мастеров. Мужские мастера, так же, как наряду и барберы, брили бороды, делали однотипные стрижки, которые они умеют и знают, а именно, как вы знаете, это какие у нас были самые распространенные, какой-нибудь там теннис, площадка, полубокс, бокс, то есть, по сути, все то же самое, что и сейчас сделает современный мастер по мужским стрижкам. И мне кажется глупо и, ну, кажется, неправильно все-таки говорить, что барберинг это одно, а мужские стрижки это другое. И кто-то, например, скажет, что мужские стрижки и мужские мастера, они делают свою работу только ножницами, а вот барберы, они ведь, дескать, ну, как бы, ну, никак они не делают, они все делают машинками, потому что, как бы, в этом, собственно, и ключевое отличие между мужским мастером или тем же самым барбером. То есть, одни, вот, ты видишь, поклонники машинок, другие поклонники ножниц. На мой взгляд, сугубо мое оценочное мнение, когда ты учишься на мужского мастера, женского мастера, в любом случае ты учишься делать свою работу ножницами, и уже только потом ты осваиваешь навыки использования машинки. Когда это происходит? Ну, либо это в процессе своей творческой деятельности, либо ты осваиваешь эту историю, например, когда ты 100% умеешь хорошо работать ножницами, и у тебя уже настолько большой поток клиентов, что ты не справляешься со своими клиентами, и ты решаешь переходить, например, на ту же самую машинку. Но в любом случае, что бы ты ни делал, как ножницами, так и машинкой, ты в любом случае остаешься мужским мастером. Вопрос именно в том, как ты, например, ценишь свой труд. То есть кто-то скажет, что мужские мастера делают все ножницами, и поэтому цена, собственно, будет дороже. Кто-то будет говорить, что, собственно, машинками труд должен быть почему-то дешевле. Хотя, что в том и в другом случае, по сути, все одно и то же получается. Главное сделать свою работу качественно, вне зависимости от того, каким инструментом ты этого добиваешься. И, по сути, опять же, мое сугубо оценочное мнение, что никакой разницы между барбером и мужским мастером, собственно, никакой разницы нет, и уже давным-давно ее, ну, вообще просто она отсутствует. Ну, это сугубо мое оценочное мнение. Если я не прав, напишите об этом в комментариях, кстати, о чем вы думаете. Потому что многие, опять же, сейчас начнут дискутировать, что я там не прав, что там в любом случае. Ну, хорошо, напишите свое обоснование. В чем разница? Я считаю, что все, что барберы, что мужские мастера, это все одно и то же. Вообще никакой разницы. Просто барберник, он пришел из США. Почему он пришел? Ну, потому что многие просто-напросто в один определенный момент, я тебе даже скажу, когда это случилось. Это случилось где-то в 2011 году, ну, в 2011-2012 год, когда эта тема начала у нас так вот развиваться. До этого, до этого у нас все были универсалы. То есть, я был универсалом и до сих пор являюсь. Все стригли мужские стрижки, женские стрижки, также делали плавные переходы. Просто вот до 2011 года, ну, можешь поправьте меня, 12-й год, да, вся эта тема у нас позиционировалась как мастера-универсалы. То есть, вот массовая вот эта, ну, вот эта, как сказать даже правильно, массовая вот эта, тотальная вот эта история с барберингером, она именно началась именно в это время, именно в 2011-2012 годах. Тогда еще, кстати, и бороды начали массово все носить. Вот, и мир наш, мастеров, парикмахеров в России, он вот разделился на универсалов и любителей мужских стрижек. Вот, но, опять же, у нас же все любят западное, да, то есть, а вот советское вот почему-то прошлое, у нас никто не любит почему-то. Хотя у нас это было. У меня мама, например, парикмахер, и когда я приходил к ней в салон в свое время, я стригся конкретно у мужского мастера. Ну, это было в советское время? Было. Ну, соответственно, у нас был слой барберинг, у нас так же брили, так же стригли, ничего не менялось. Были такие же, опять же, однотипные стрижки, как я сказал ранее. Поэтому, не знаю, что тут все разводят эту тему, что это абсолютно разные течения, разные мастера. На мой взгляд, это все одно и то же. Да, кто-то стрижет ножницами. Сейчас тенденция, все начали стричь на пальцах, создавая формы ножницами. Соответственно, спрос на ножницы, как я вижу, как человек, который занимается профессиональным подбором ножниц, в размере 5 дюймов, он просто резко вырос. Да, остались мастера, которые до сих пор еще любят работать с шестерками, с семерками. Именно мужские техники, да, действительно, такие любят. Но вот ярые такие прям фанатики, поклонники, как многие говорят, удлиненок, все переходят на размер 5 дюймов. Почему? Ну, потому что ярый фанатик всей этой истории. Это Джорджуа Монако, которого вы все, я думаю, знаете и любите. Вот парень стрижет 5 дюймов. И, собственно, все его любители тоже стали переходить на именно этот размер. Но, опять же, напоминаю всем, что такое размер 5 дюймов. 5 дюймов – это размер для максимальных точных графичных дизайнов, для максимального... Сейчас, всегда об этом говорю и на самом интересном моменте забыл. Для максимального контроля над прядью, да, то есть у нас это максимальный контроль, это максимальная четкость, точность, чистота в срезе. То есть именно для этого нужен размер 5 дюймов. Вот, поэтому вот многие фанатики сейчас, реально я замечаю, стригут именно 5 дюймов. Причем даже не понимая, наверное, почему надо использовать именно этот размер. Я вот сколько не спрашиваю мастеров, ну как, ну мне нравится как-то, так-то удобней. Да ничего подобного. Ты просто взял и стал покупать инструмент, как Джорджуа Монако тот же самый. Ну, я вижу по почерку, по работам, почему мастер стал этим заниматься. Потому что он явно копирует и создает дизайны именно этого преподавателя, этого тренера. И это, кстати, неплохо. На самом деле копировать надо тоже уметь создавать похожие вещи. На самом деле это тоже достаточно непростая задача. Это по своей шкуре знаю. Поэтому, друзья мои, напишите свое мнение в комментариях, вообще, что вы думаете о том, что кто вы, барбер или вы просто парикмахер. Вот жду ваше оценочное мнение в комментариях. Очень интересно его послушать. Ну, а если вам нужно подобрать правильный инструмент для барберов, это машинки, фены, расчески, ножницы, филировочные ножницы. Кстати, барберники тоже филировочные ножницы используют и любят. Поэтому пишите, с удовольствием вам все подберу, расскажу, какие ножницы от чего и как они отличаются. Потому что многие, к моему глубокому сожалению, не знают, чем одни ножницы отличаются от других. И, между прочим, та же самая пятерка, ваша любимая, 5 дюймов, она тоже бывает разная. Поэтому, чтобы не сделать фатальных ошибок и не выкинуть деньги на ветер, вы всегда можете обратиться ко мне. Все полезные ссылки, как всегда, в текстовой строке под этим видео. Поэтому пишите, если вам нужно подобрать парикмахерский инструмент. Я с удовольствием вам в этом помогу. Ну, а на этом, в принципе, все. Не забывайте на меня подписываться и впилить лайк этому видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok